АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, прежде всего, это мой старый друг. Но самое главное, Герман Лукьянов – это один из самобытнейших музыкантов, как советского, так и, не побоюсь этого слова, и зарубежного джаза. Он, при всех его не очень приятных чертах характера, это всегда был принципиальнейшим человеком, что и создавало эти неприятные для окружающих людей черты. И если бы не это, он не был бы Германом Лукьяновым, потому что он не похож ни на кого. И мы его за это и ценим, и любим. И я очень горд, что именно в этом клубе. И, честно скажу, с моей подачи организован вот такой творческий вечер. И прямо совсем недавно вышел тройной альбом уникальных записей из архива Германа Лукьянова. И это очень большая удача арт-бита и, конечно, самого Герману Лукьяновым. Сегодня мы постараемся показать все стороны, ну не все, конечно, но хоть какую-то часть сторон творчества этого замечательного совершенно человека. Честного, упрямого и очень талантливого. И у нас будет три как бы сета. Ну а подробности я предоставляю уже профессиональному ведущему Владимиру Каушанскому. Одному из уже немногих оставшихся в живых наших музыковедов и ведущих в Москве, во всяком случае. И он очень коротко, ну, будет как бы представлять участников каждого из этих трех отделений. Итак, Володенька, прошу. А я еще раз поздравляю вас всех с этим праздником. Спасибо. Мы хотели еще летом сделать юбилейный концерт Германа в московском международном доме музыки. Что-то не срослось. То ли Москва разъехалась, то ли сонные мухи не проснулись. Ну, во всяком случае, я очень рад, что «Арбит» предоставил свою площадку человеку, которому не хочется объясняться в любви, потому что все сказано. И характер, и настойчивость, и упорство. Мы бы не любили, наверное, Германа Лукьянова, если бы он не был таким, как он есть, своими колючками и жовыми, своей удивительной нежностью к партнерам, своим уважением к тому, что он делает, и к тому, что делают вместе с ним музыканты, играя его произведения. Сегодня ничего другого сыграно не будет, ни одного американского джазового стандарта. Сегодня будет звучать Лукьянов, Лукьянов и Лукьянов. Начиная от квинтета саксофонов, который, собственно, откроет наш вечер. И завершая, собственно, я не буду открывать все тайные секреты. Сегодня вы видите биг-бенд, прозвучит вокал, но самое главное сегодня будет звучать Лукьянов. За свою долгую карьеру, обратите внимание на этот альбом, который уже представлял Алексей Козлов, там записи 62-го года начинаются. И поэтому нам радостно, наверное, видеть поколение, которое пришлось сегодня послушать такого мастодонта, как Герман, потому что я вижу знакомые лица, студенты, выпускники. И это самое главное, потому что то поколение, которое являло собой определенный тарант, который проламывало стены, а иногда и в моральном плане головы наших чиновников от культуры, первыми были люди поколения Германа Лукьянова. Они сегодня многие здесь. Возможно, Герман скажет об этом без меня. А сейчас я хочу сказать, что за свою карьеру он написал специально для саксофонов два квартета и три квинтета. И сегодня будет сыгран в первом сети первый квинтет для саксофонов. И мне остается только под ваши аплодисменты еще раз поздравить любимого нами Германа Лукьянова с его бенефисом и пригласить музыкантов квинтета. Сергей Рязанцев, сопрано-саксофон, Василий Гришанов, аплодируем нон-стопом. Аль-саксофон, тендер саксофоны Виктор Потемкин и Дмитрий Лосев и баритон-саксофон Виктор Кириллов. Первый квинтет для саксофонов Германа Лукьянова. Первый квинтет для саксофонов. Первый квинтет для саксофонов. КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Д excel. Спасибо. Спасибо. Еще раз представлю под ваши аплодисменты, мы исполним первый квинтет для саксофонов Германа Лукеана. Кстати, сразу хочу сказать, что Герман находится слева от меня, ловите его взгляды и когда аплодируете, смотрите в его сторону, это будет очень приятно. Для вас играли Сергей Рязан, сапрано, саксофон, Василий Гришанов, аль саксофон, Виктор Потемкин и Дмитрий Лосев, кедра саксофона и Виктор Кириллов, баритон саксофон. Спасибо, первый квинтет Герман Лукеана Лукеана. Я думаю, что во время таких вечеров создаешь, что в Москве появился свой не только джаз-клуб, но и дом для джазменов. Я вот видел здесь лица людей, которые вполне будут просить Алексея Козлова устраивать и их творческие вечера, и их бенефисы, и все это будет, я не сомневаюсь. Здесь неудобно плохо сыграть, потому что приходят все свои пообщаться, сказать друг другу, привет, старик, что-то мы давненько не виделись. Найти вот такую замечательную площадку, где можно выступить с премьерой своих произведений. Сейчас, несмотря на то, что площадка орбита не столь велика, чтобы вмещать биг-бенды, тем не менее, сейчас появится на этой сцене биг-бенд Орфей. И, кто не знает, могу напомнить, что в мире есть такая практика клубных биг-бендов или биг-бендов при мощных радиоструктурах, радиостанциях. Ну, допустим, биг-бенд BBC, биг-бенд датского радио или ВДР биг-бенд из Кёльна. Спасибо Игорю Контюкову, нашему славному контрабасисту, такому же шестидесятнику, как и Герману Лукьянов, за то, что уже два года он пробивает, уже третий год пошел, на сцене, на фестивальной площадке свой биг-бенд, который называется Орфей, по названию одноименной радиостанции, повторяю, 99 и 1 десятая FM. Слушайте, слушайте в записи. Этому биг-бенду Герман Лукьянов и предложил семь своих произведений, которые объявит руководитель оркестра, его создатель, его душа, Игорь Контюков. И я хочу сказать, что опять-таки все семь произведений принадлежат и руку Германа Лукьянова. Я прошу оркестр на сцену, ваши аплодисменты. Знакомые все лица. Вся прелесть этого оркестра в том, что это сборная. Я не люблю термин «звезда» по отношению к джазу, но скажем так, сегодня все можно, сегодня бенефис. Сборная звезд российского джаза и сборная джазменов разных поколений. От выпускников Российской Академии Музыки имени Гнесиных до нашей старой джазовой гвардии, которой мы гордимся. Вот когда Игорь Контюков будет представлять солистов, аплодируйте. Многие из них являются высшей лигой советского и российского джаза. Игорь Контюков, заслуженный деятель искусств России. АПЛОДИСМЕНТЫ Где Биг Босс? У нас техническая пауза, оркестр рассаживается. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока обменяйтесь впечатлениями о первом квинтете саксофонов, а оркестр выстроится, и Игорь Контюков начнет программу бэндовую. Семь произведений Германа Лукьянова. АПЛОДИСМЕНТЫ Одна деталь, которая вас наверняка заинтересует. Все, что происходит сегодня и все, что происходит в арбит-клубе, идет прямой трансляцией в режиме онлайн в интернете. Так что я думаю, те друзья Германа Лукьянова, которые рассеяли по всему свету, в Европе, в Штатах, зная об этом концерте, сейчас просто находятся рядом с ними. Таким образом наша аудитория увеличивается до десятков, хочется верить, а может быть и сотен тысяч любителей джаза, которые привникли сегодня к экранам своих компьютеров. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ ОРБИТУ за такую возможность. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Моё любимое произведение описано Германом Пьяном «Золотые руки в силе». Субтитры создавал DimaTorzok «Золотые руки в силе» 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 «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе «Золотые руки в силе» «Золотые руки в силе» Анти-Сафон Николай Абрамов Федерс-Сафон Антон Залетает Федерс-Сафон Куанет Виктор Покорытов Федерс-Сафон Сергей Головня Федерс-Сафон Куанет Виктор Покорытов Трамбоны Танцент Руха Ипатим Рахметгареев Александр Агеев Вадим Рашин Бас-трамбон Вадим Конградцев Трубы Очаровательная Юлия Маленького АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Смирнов Трубович АПЛОДИСМЕНТЫ Голодный оркест Республики Виктор Гусенинов АПЛОДИСМЕНТЫ И первая круга оркестра АПЛОДИСМЕНТЫ РОМАН ИВАНОК ГОЛОВАЗАБИТА АПЛОДИСМЕНТЫ РИЗМ СЕКЦИЯ фортепиано Артем Критяков и наша гордость потому что они у нас сейчас не работают но так случилось что они с нами это большое счастье поверьте Дмитрий Власенко Биг Бенд Орфей его руководитель заслуженный Игорь Кантюков Игорь Кантюков Спасибо, дорогие друзья Аплодисменты, конечно Герману Лукьянову Играть эту музыку было большим удовольствием Я понимаю, Игорь, тебя И понимаю, сегодня оркестр звучал просто прекрасно Спасибо Спасибо Орфею Спасибо Герману Кстати, Герману Лукьянову Пока здесь перестановки на сцене Вы вспоминали буквально 2-3 дня тому назад в Союзе композиторов где проходил концерт джазовый Московской осени Концерт назывался «Русская тема в джазе» И я вот тогда как раз и сказал что для нас эта русская тема входила вместе с Эй Ухнем в исполнении оркестра Глена Миллера с темой «Щелкунчик» с Трейхорна Эллингтона ну и так далее и тому подобное русские классические хиты И вот мы вспомнили Германа Лукьянова в том смысле, что в начале 60-х, в середине он первым, наверное, или одним из первых обратился к русским музыкальным корням к интонациям и я уверен, что он был прав когда нахваливал что стал писать джазовые песни на русском языке есть такое выражение известного академика лексика определяет джазовую речь мы все были уверены, что джазовые стандарты могут исполняться исключительно на английском языке а русский язык просто не подлежит в силу своего не хотите, фонетического ощущения для джаза ничего подобного я сейчас предоставлю эту сцену певице и пианисту замечательной Анастасии Глазковой у которой есть опыт написания песен на музыку, ну скажем, Уэйн Шортера Бенни Картера, Чика Корея а вот она взяла и спела песню которую написал Герман Лукьянов спела на русском языке и вот в этом альянсе очень органичном Владимир Нестеренко аккомпанирует ей на рояле я с удовольствием приглашаю Анастасию Глазкову и Владимира Нестеренко на эту сцену, прошу джаз по-русски автор, конечно, все тот же любимый нами Герман Лукьянов а песенка да, песенка веселая и называется она не очень весело разлука Анастасия Глазкова Настенька Владимир Нестеренко Анастасия Глазкова Субтитры подогнал «Симон» 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 И даже инструменты он конструировал, возился в мастерских, собирал болтики, шурупчики, добивался какого-то звука интересного. Все эти альтгорные и прочие, даже ударные инструменты и прокусионные Герман создавал сам. И участвовал в этом процессе не только создания музыки, но и в создании инструментальной базы как данса. Я думаю, об этом ансамбле должен рассказывать сам Герман. Он его прочувствовал, он его родил в страшных муках, но эти муки принесли и ощущение огромного счастья. Еще раз хочу сказать, что за эти годы существования Каданса сквозь его ряды прошли прекрасные джазовые музыканты, список которых достаточно весом. Я не хочу никого обидеть, никого забыть. Все, что скажет Герман, примите как кусочек истории его жизни, да и всей нашей джазовой жизни. Поэтому я объявляю пока в тишине, но вы сейчас будете слушать Каданс Германа Лукьянова, образца 2012 года. Пока отдохнем. Небольшой технический перерыв. Каданс Германа Лукьянова, образца 2012 года. Каданс Германа Лукьянова, образца 2012 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Красильников! Сергей Баунин, Токсофон! Сергей Баунин! Дмитрий Власенко! АПЛОДИСМЕНТЫ Макар НОВИКОВ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Дейкер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас прозвучит грустная композиция, которая освещается памяти болелья Высовского, моего друга. Она и называется «Памяти друга». 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 «Памяти друга. «Памяти друга». «Памяти друга». «Памяти marine. «Памятиgehen». «Памяти друга». «Браво». «Браво!» 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 Пришло время продемонстрировать небывалый инструмент, это зубплита трехствольная. Композиция называется «Год черной лошади». «Год черной лошади» 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 «Год черной лошади»